Приветствую вас! Смотрите, значит, вы можете задавать свой вопрос в раздел «Эзотерики». Тогда вам имеет смысл переадресовать свой вопрос сюда, в раздел «Эзотерики». Ну, попросите модераторов перенести ваш вопрос. С точки зрения психологии, понимаете, какая история? Он к вам не вернется, потому что он никогда не был с вами. И то, что он боится начинать отношения с вами, это проблема скорее его, чем ваша. Если вы любите человека, да? Если вы любите человека, то как вы его любите? То есть, что вы вкладываете в это понятие любви? Что вы вкладываете? Вот. Чего вы хотите для него? Или для себя? Как вы воспринимаете его и как вы воспринимаете себя? Дальше. Значит, смотрите. Вы пишите, что сколько мне придется его ждать. До тех пор, пока человек не перестанет бояться. Для этого ему нужно либо выйти из зоны своего комфорта, то есть, либо почувствовать себя хуже, чем он есть сейчас, настолько, чтобы он вышел, либо, чтобы он начал бояться вас потерять, либо обратился к психологу за профессиональной помощью. Вы можете, в принципе, порекомендовать ему наш сайт, хотя бы для того, чтобы он тут вот задал вопрос, что вот, мол, так и так, люблю человека, но, соответственно, боюсь начинать отношения с ним. Как бы. Вот. И мы ему поможем. В противном случае ждать вам придется очень долго, и самое, что главное на нем, то, что ожидания ваши, ваши ожидания не связаны с любовью. То есть, к любви именно ожидания отношения не имеют никакого. Если вы ждете, то ждете только того, с чего хотите выйти. Ждете того, что нужно вам. А это, к любви, имеет, ну, весьма и весьма посредственно отношения. Таким образом, вам необходимо определить, что вы хотите именно для себя, в первую очередь. Что вам нужно именно для себя. и насколько любовь призвана реализовать то, что вы хотите. Вот. Если человек боится с вами отношений, то тоже нужно задаться вопросом, а нужен ли вам такой человек, который приносит жертву свои чувства, да, ну, наступает на них, на них, обесценивает их свои чувства и так далее. Вот просто подумайте на эту тему тоже. Это важно. Для вас. По крайней мере. По крайней мере. Поэтому ждать вам никого не нужно. Просто-напросто живите своей жизнью. Старайтесь сделать человека счастливым. Но думайте в том числе и о себе, чтобы не вредить, чтобы не носить себе вред своими действиями, которые вы вот в данном случае предпринимаете. Вот. Потому что иначе это будет созависимость такая. А созависимость это уже довольно серьезно. Довольно серьезный, достаточно серьезный момент. Созависимость. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А обратите еще раз внимание, что если вы задавали твой вопрос эзотерикам, то соответственно нужно принести твой вопрос в раздел эзотерики. Вот. Если у вас остались вопросы по психологии, пишите в личку. Буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Удачи! Удачи!